еще раз добрым утром дорогие друзья вы на первом развлекательном хочется поговорить о воздушном счастье ну счастьем и все мы в принципе родом из детства и детство ассоциируется у нас с различными вещами но в том числе с воздушными шарами история возникновения воздушных шаров уходит далеко далеко в историю своими корнями более тысячи лет есть сейчас насчитывается но сейчас не об этом давайте поговорим о современных воздушных шарах и о том счастье которая дарит до сих пор они нам сегодня меня в гостях директор студии аэродизайна его баллонс елена подавай доброе утро доброе утро доброе утро вообще ты помнишь свой первый воздушный шарик как у всех первый воздушный шарик это детство в детстве но уже когда я с ними начал работать пробовала работать как как и у всех они он лопнул нужно было в первую очередь привыкнуть это первый блин всегда комом а первый шар всегда опыт обязательно а потом уже потихонечку привыкли привыкли работать и творить красоту так чего все началось так понимаю что лет пять назад да то есть все равно наши дети нас где-то двигают и помогают и подсказывают нам чем нам стоит заниматься или нет захотелось делать своему ребенку какую-то красоту я помню это мне захотелось сделать цветок из воздушных шаров было сложно сразу мне казалось что это нереально но ничего потом получилось и до сих пор мне нравится это делать так или переросло в бизнесе так понимаю да творчество в первую очередь это творчество то есть первую очередь это творчество а дальше это бизнес где отличие в этих вещах и что идет параллельно знаете как мне повезло что я получаю удовольствие того что я делаю это не работа уже но еще и как бы за это это переросло потом уже в бизнес в работу но в первую очередь это удовольствие хорошо сколько шаров в день вот вы надуваете если какая-то статистика потому что понимаем что последнее время действительно удивительный модно бывает конечно бывает 30 50 максимально максимально за сутки это было шесть с половиной тысяч шесть с половиной тысяч шаров то есть это какой-то проект это конечно же был день защиты детей такие основные праздники когда нужно удивить и порадовать всех детей тогда стараются всей организации и и родители очень тоже стараются в этот праздник порадовать всех особенно помимо этого различные проекты еще бывают да то есть то есть помимо этого бывают проекты да это уже когда какие-то благотворительные акции либо какие-то рекламные тоже действия познакомьте а у нас с вот этими замечательными человечками которые находятся у нас сегодня в студии кто это что это и когда появилась мода на вот таких вот маленьких симпатичных смайликов я их называю сладкая парочка девочка и мальчик которые танцуют очень не деткам нравится но даже взрослые все одни 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 мимо мимо этих смайликов никто не может пройти должны появилась разу улыбки существует ли моды вообще на воздушные шары на какие-то фигуры какие-то цвета и вот что сейчас в тренде что касается именно вот этого направления что касается детских праздников это всегда идет привязка к детским мультфильмам которые они смотрят то есть это было было винк сейчас монстры хай сейчас миньоны то есть за детскими мультфильмами вы что касается творчества и работы следите постоянно так следим потому что нельзя деток деткам сказать что кто ты такой кто такой персонаж да да то есть нужно быть всегда все знаем и надо знать мультфильм надо знать характер еще этого героя чтобы передать его во всей красе что касается свадебных или для взрослых то в этом в этом сезоне мне очень нравится использовать я называю их зефирными это розовый жемчужный и нежный фиолетовый такой цвет то есть перламутровым таким оттенком цветовая гамма вообще она тоже имеет вот свойство ну как бы вот модными быть сейчас так понимаю в прошлом году в прошлом году очень много мы использовали ментоловый цвет а в этом году раз менялась какая тенденция вот уже делаем акцент на фиолетовый розовый с белым фиолетовый жемчужки насколько я знаю появляются новинки даже в области классических вот казалось бы воздушных шаров что можно еще придумать но насколько понимаю расскажите новинках этого сезона в этом сезоне очень актуальны фотосессии для и для малышей для и свадебные фотосессии с большими огромными шарами то есть это нестандартные непривычные обычные шарика вот только что на фотографиях наш режиссер показал это большие шары кстати первый раз большие шары диаметром от 50 сантиметров то есть перспективные круглые не овальные они круглые есть разных цветов и ну она очень красиво смотрится на картинках потом насколько я знаю сейчас еще есть шары с подсветкой как это это для ночной для ночного запуска даже для ночной фотосессии они очень красиво мерцают ночью до молодожены запускает их в небо с пожеланиями пожелания гостей тоже очень красиво больше на свадьбах используется да да скорее всего что это очень нежно смотрится поэтому она привязана к свадьбе ну что ж дорогие друзья мы вернемся к этой теме сразу после короткой паузы оставайтесь с нами на первом развлекательном ну что ж дорогие друзья мы возвращаемся в нашу студию продолжаем говорить о воздушном счастье я вот хотел бы рассказать вам такую вот заметочку гелий для шариков все мы знаем свойства гелия он делает шары летучими голос более озвученным и более детским тем не менее это элемент особый история возникновения его необычно он был обнаружен в атмосфере планеты солнце в конце 19 века а на земле он был открыт только через 24 года гели в переводе означает солнце атмосфера и недра земли содержит мало гелия но по нынешним подсчетам 76 процентов массы космоса состоит из водорода а 23 процента из гелия сегодня у меня в гостях как раз такая прекрасная леди елена подавай директор студии аэродизайна ева балунц доброе утро еще раз леночка доброе утро мы сегодня говорили об актуальных темах относительной части и всего того что с ним связано в общем-то о том рассказали нашим телезрителям о том что модно в области аэродизайна до больше для детей для взрослых то есть свадебные сейчас появились огромные шары шары с подсветкой специальные вот я уверена что каждый человек который занимается с большой любовью своим делом есть какая-то мечта да и мечты есть такие вот более реальные и от нереальные вот о чем мечтаешь ты мне бы очень хотелось попасть на фестиваль шаров и участникам и ну занять призовые места и тоже конечно само собой а где существует фестиваль шаров и если можно более подробнее об этом оттуда идут модные тенденции просто встречаются все очень много специалистов в этой сфере и где можно многому научиться новым техникам уже дальше это все осуществлять на каждом изделии отдельно проводятся фестивали в разных странах сейчас вот актуально в сентябре как раз будет москве 16 фестиваль там конечно эти эти огромные скульптуры но творчество это даже слабо сказано про творчество где собирается команда у которых опыт 10 15 20 лет тренеры это надо видеть это надо видеть и мы предоставили некоторые фотографии с прошлогоднего фестиваля московского московского там самая большая надутая вами скульптура то есть сколько шаров она состоит из какого количества шаров она состояла и что это было все-таки моя предыдущая мечта что касается воздушных шаров это был замок да это был замок на молд-экспо там было вы уже не помню где-то в районе тысячи шаров мы его построили мы это сделали время понадобилось но то чтобы построить часов 6 6 часов команда работала и деткам очень понравилось то что все проходили фотографировались и они заходили были стены шаров был фасад как такой замок принцессы все-таки это был ваш принцесс тоже помогал обязательно да она любит это дело прививаем ей ну и уже полноценный помощник могу сказать я насколько знаю вас существует мастер-классы для детей вот расскажите об этом то есть не просто создаете такую красоту в учете детей делать то же самое да мы работаем с детками по инициативе родителей конечно в этом году мы уже запустили такую услугу как мастер-классы с детками конечно от 10 лет это актуально до 10 им еще сложно почувствовать шар еще сложно удержаться они не и и делать все поэтапно они хотят сразу превратить шар в какую-то фигурку моделирование из воздушных шаров мальчики конечно же хотят сабельки и самолеты девочки хотят цветы ну а самая актуальная фигурка это наверное собачки зайчики из шаров собачки и зайчики из шаров но это можно быстро сделать если знать технологию со стороны и вас планы и проекты вот ближайшее время хочется много много новых изделий сделать новые фигурки какие-то масштабные все-таки прививать культуру шаров у нас в стране потому что многие конечно считают воздушный шар он воздушный шар но это же можно все красиво очень сделать и и даже родители могут дома сделать своим деткам какие-то простые фигурки это очень увлекательное занятие для детей особенно вот после мастер-классов детки просят у родителей купить шары и они дома еще потом занимается работают дальше им тренируются это завораживает особенно когда они видят что получается и дальше 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 посмотрим мы готовить себе помощник шаров да во первых готовите свою себе помощника во вторых можно открыть школу аэродизайна и создавать здесь красивые летящие проекты я на некоторых фотографиях видела шары черного цвета темно-коричневого шоколадного такого что это за новомодное явление понятно что наверно больше для взрослых вот что больше взрослые заказывают для взрослых не для детей такие цвета они специфические это все-таки мы используем каких-то тематических вечеринках но для взрослых то что для малышей такие темные я предпочитаю для малышей делать для деток делать разноцветные яркие цвета уже какие-то по сценарию есть когда нам нужны необходимый темные цвета может быть в каких-то ночных клубах или какая-то определенная тематика вечера ну так стильно смотрится эффектно да это когда все леди в в черных коктейлях коктейльных платьях и уже конечно большая хапка черных воздушных шаров совсем скоро первое сентября как-то готовится студия аэродизайна к этому событию и насколько востребованы шары они цветы в этом плане 1 сентября нам все детки запускает гелевые шары это как добрый путь в школе да обязательно на линейке здорово мы желаем вам тогда удачи хорошей подготовки к первому сентября реализации проектов ну и конечно же для вдохновения мы дарим вам баночку ароматного кофе якобс спасибо пейте и наслаждайтесь жизнью и творите спасибо дорогие друзья мы с вами переключаемся увидимся сразу после короткой рекламной паузы оставайтесь с нами а